Гигук с новым видосом по кукле. Что я могу сказать по этому названию? Ну, это, конечно, смешно лично для меня, потому что буквально же в этом сезоне было полно персонажей, наголу превосходящих Марин. Вообще и как вайфу, и как персонажей, и по дизайнам, и по характеру. Поэтому, да, лично для меня Марин является максимальным среднячком, учитывая ее специфичный, скажем так, архетип Гярупой, да. Но... Кукла красивый среднячок, который, опять же, в этом же сезоне уступает наголу Акебе, как и в сути показанного, так и в качестве показанного от тех же Кловеров. Типа, выйдя, но в другом сезоне, может, смотрелось чуть более выгодно. Но, в любом случае, я оценил его достойно, 7+. Типа... Я не считаю, что оно плохое, просто оно среднее. И нету в нем чего-то особенного. Так что я, само собой, не хейтер. Просто не до конца понимаю хайп. Хотя нет, я понимаю как раз таки хайп. Опять же, это возвращается к разговору о простом и примитивном, да. Там, клинок, там, условный. И все в этом духе. Ладно, давайте к самому видосу. Любовь с иголочкой, возможно, подарила нам лучшую девочку в истории. Лекарство от рака. Теория относительная... А, ну и да, само собой, шутки про Сидни. ...секрет молодости Хирохи Каараки. Все эти тривиальные вещи меркнут в сравнении с крупнейшим научным прорывом современного мира. Спустя годы испытаний и исследований, наука вполне вероятно создала идеальную вайфу. Это лучшая из лучших девочек. Анимешная девушка, которой он говорит тебе не беспокоиться. Финальный босс вайфу. Марин Китагава. Девочка настолько великая, настолько превосходящая всех, что я жду и не дождусь, когда ее не номинируют на следующий аниме-эвордс. БЛЯТЬ! После более 10 лет со знакомства с этой одержимой ножницами-психопаткой и двух лет после Титзура, воцененной критиками, любимого... Вот блин, кто помнит Титзура? Я уверен, что Марин забудет через пару сезонов. Это буквально вайфу сезоны. ...фанатами гаремном романтическом аниме... ...энтиар дадзинси, девушка. ...на прокат? Я не думал, что у них настолько скоро появится соперница за мое сердце, но как Гаутама Будда в 500-м до нашей эры я достиг духовного пробуждения. Одно присутствие Марин меня согревает, у меня открылся третий глаз, и, возможно, она стала моей любимой анимешной девочкой всех времен. И это абсолютно, безусловно, вообще без тени сомнения. Не потому что она напоминает мою невесту. Привет, ребят! А потому что она напоминает мне любимого витубера. Привет, ребят! Итак... Это тоже, если что, Сидния. Без дальнейшего промедления. Вот моя тысячепроцентная проверенная коллегами диссертация. Заткнись нахуй, Гарнт. О причинах, по которым Марин Китагау... О, кстати, мы этот спошел еще не видели, да, его не переводили вроде. Вполне может оказаться лучшей девочкой нашего поколения, которая принесет человечеству эру процветания, и на земле наступит второй ренессанс. И почему любовь и голочки — это отличный сериал, и его стоит посмотреть. В последнее время появился жанр, который я зову аниме с лучшей девочкой. Сериал про обычного, непримечательного парня, попадающего в историю о том, как жизнь переворачивается с ног на голову после появления анимешной девушки, кажется, созданной, чтобы быть высшей формой жизни. Вайфу. Эти сериалы манят желанными девочками из Дискорда с умилительной динамикой между героями, и мы виабу загл... Блин, и они все пока очень посредственные, серьезно. Не один даже на... Ну вот, кстати, в этом смысле этот аниме хотя бы хоть чем-то удивило. Опять же, Клоггерам спасибо. Ну и сервису-сервису, да, как говорится, было достойным. То есть я не хейтер фансервиса эротического в хорошем виде, которое показано, да. Здесь это хороший представитель. То есть оно лучше, чем коми, там, чем до Гатора, боже упаси, но... Харибия там какая-нибудь, не знаю. Ну, короче, лучше, да, вот этих всех тайтлов. Просто я видел, ну, типа, хорошие, да, рамкомы, прям, как серьезные, так и... Да, боже, у нас будет в следующем сезоне банальная Кагуэ, которая уже на... Просто на две головы выше этого шоу. Прям и в техническом плане тоже. Ай... Платываем наживку вместе с крючком, получая надежду в беспроглядном мраке. Если вы думаете, что у вас нет шансов найти такую девушку, помните, каким бы человеком вы ни были, как бы одиноко вам не было, никогда не забывайте, что сейчас в мире живет примерно 4 миллиарда девушек. А ты влюбился в чертов рисунок. Я никогда не видел женщин. Кажется, первым сериалом, где я увидел подобную энергию без романтики, был внеземной ужас с существом из кошмаров Лавкрафта Умару Тян. Это доказывает, что в покое не завели, чем наука иногда может случайно создать... Ля, что вспомнили. Умару лучше, кстати, чем Марин. Вот это провокационное заявление. Да, я как персонаж, как шоу-то понятно. Девушки утратили значение, ведь теперь у нас есть абсолютная вершина жанра в виде любви с иголочки. У Вагана Годзио есть свой секрет. Он проводит дни, уча сделать кукол Хина. Это хобби он перенял у деда и скрывает его, потому что в детстве подруга узнала о нем и такая... Йоу, ты запустил кринж? Нет, это не кринж. Бро, это кринж! Случившееся научило его молчать о своих хобби, и он полностью закрылся от окружающих. Так было до того дня, когда девушка буквально влетела в его жизнь. Было больно, когда ты упала с небес. Выглядело больно. Она уверенная, общительная и популярная, но, конечно, у неё тоже есть секрет. Она Виабу. Более того, у неё есть страсть к косплею. Персонажи аниме, персонажи игр, персонажей РГ, она хочет закосплеить их всех. Но есть одна проблема. Она отстойно делает костюмы. И узнав, что Годзе любит делать кукол, вопреки его страху, она восхищается его мастерством и просит его помочь сделать костюмы и её мечты. Так и начинается этот очаровательный ромком с неожиданной парой. Годзе переключается с традиционных японских кукол на анимешные костюмы. Если вы не знаете, почему любовься иголочки в числе самых популярных аниме сезона, то ответ очевиден. Харизматичная красотка, любящая аниме, игры и даже хентай? Хочет косплеить и не боится быть развратной? Это же моя идеальная анимешная девушка! Моя чутьё на лучших девочек сработало после первого взгляда. Она словно была создана покорить аниме-комьюнити, ведь именно это она и сделала. Скриншоты, фан-арты, посты обожания. Марин почти сразу захватила мои соцсети и отказывается уходить. И знаете что? Когда интернет коллективно кончает в штаны с новой горячей девочке месяцем, моя первая реакция – неостановимое желание постебаться над ней. Потому что я так называемый «ёбаный мудила». Поэтому я начал смотреть «Любовь с иголочки», заняв непробиваемую оборону... Ой, да ладно, да ладно, да ладно, конечно. Я не видел твою реакцию на трейлеры. Да и для вайфу крепости. А дальше всё было примерно вот так. Ну да, она норм, но пока ничего особенного. Ммм. Ммм. Нет. Я себя контролирую. Ммм. Сила всех топовых аниме-девочек измеряется тем, как качественно они краснеют. И когда она впервые повернулась, покраснев, я... Ммм. Так сильно, что у меня чуть не остановилось сердце. Но было мало залиться краской, чтобы меня покорить. Однако Марин завоевала моё сердце быстрее, чем монголы Азию. Марин лучится харизмой каждую секунду своего пребывания на экране. О, ну зайчик. Пока другие анимешные девочки 10 тысяч лет ждут корабля, она сама со скоростью Майкла Фелпса гребёт кораблю. Она развратная, но не до бесстыдства. В эпоху, когда люди говорят, молчи, девка, я не хочу быть Хорни. Я просто хочу быть счастливым. Марин говорит, кто решил, что нельзя быть Хорни и счастливым? Пожалуйста, не надо пошлости, она драгоценная булочка с корицей. Вы жалкие. Вот девушка настолько самоуверенная и выливая, что испошлила себя бы сама быстрее, чем могли успеть художники с правилом 34. И это потому, что Марин правило 34 Китагава понимает. Она понимает трудности мужчин. Понимаете? Ты фапаешь не потому, что это просто. Фапаешь, потому что трудно удержаться от любования Марин. Аниматоры при каждой возможности показывают её во всей красе. Ладно, скажу как есть. Аниме Хорни, и выглядит оно отлично. Если хентай искусство, то это ёбаная сикстинская капелла разврата. А бедняга Годзе демонстрирует силу воли чёртового кандидата в зелёные фонари, когда перед ним стоит Мона Лиза от мира вайфу. Вы можете подумать, что любовь и голочки — очередной фансервис новой горячей вайфу месяца. И, ну, это... Он хорошо разбирает, как я уже говорил, да, на своём шоу. Но он просто рассказывает нам энциклопедические знания, а не выстраивает сюжет на этом. Сюжет, оно не двигает. Оно просто есть на фоне. Я имею в виду сюжет, в смысле конфликты, проблемы и так далее. Они вот так... А была одна, и она решилась вот так. Он смог! Он смог! Всё. Пойми, он смог. Я такой, ладно, да, я всё понял. Явно проделана большая подготовительная работа, и внимание к деталям хорошо заметно. Но помимо этого, сериал замечательно показывает любовь к этому увлечению. И почему оно настолько нравится людям. Я никогда не косплеил и не хотел попробовать, но когда я вижу, какую радость людям доставляет становиться персонажами, которых они любят и уважают, я не могу не разделить эту радость. И это помогает мне понять косплей с новой стороны. Пожалуй, я влюбился в этот сериал в тот момент, когда они завершили свой первый костюм. Из-за недопонимания и полного незнания, сколько времени нужно на создание костюма, Марин, сама того не осознавая, ставит год за неразумные временные рамки, торопя его сделать костюм персонажа, которым она очень хочет стать. Он, невероятно стрессуя, доводит себя до полного выгорания. Но всё же, каким-то образом, ему удается найти в себе силы закончить. Он смог! Он смог! Всё хорошо. И когда Марин... И экзамены он, кстати, тоже сдал. Всё хорошо. Дет результат и узнаёт, через что он прошёл, то она ведёт себя как... порядочный человек. Она не отмахивается от этого и не отшучивается. Она полностью осознаёт, как проебалась и как сильно она на него давила. И приносит искренние, слёзные извинения, о каких многие ютуберы только мечтают. Главная героиня по-настоящему сожалеет. Но Годзе, такой уж он человек, принимает извинения и всё прощает. Он видит, как сильно она хочет стать этим персонажем. Как это для неё важно. И если он помог ей достичь этого счастья, то всё было оправдано. И после всего они решают примерить костюм. И, как можно видеть, он... Чёрт возьми, идеален. Она светится от восторга в тот момент, когда её желание становится реальностью. И меня редко настолько воодушевляют столь простые моменты. И думаю, на этом и держится романтика в сериале. Пусть Марин и в центре внимания, не будем отрицать, что Годзе просто находка. Он робкий и стеснительный, но усердный и вкладывает всю душу в свои увлечения. Он выкладывается по полной ради хобби Марин. Он искренне счастлив приносить радость окружающим. Но при этом не забывает о своих мечтах, освоит мастерство создания кукол. Он личность со своими стремлениями и целями. И рядом с Марин он понимает, что ему не следует закрываться и стыдиться собственных увлечений. В некоторых романтических аниме надеешься, что герои будут вместе, потому что, согласно сюжету, вместе они должны быть счастливы. Но здесь чувствуется, что они действительно созданы друг для друга. Они пробуждают друг в друге лучшее, при этом помогая прикрывать худшие стороны друг друга. Они в равной степени помогают друг другу расти. И для меня это истинный признак прекрасной пары. Потому что, друзья, знаете, что лучше улыбки, которую хочется защитить? Улыбка, которую ты помог заслужить. Годзе — нетипичный селф-инсерт протагонист, которым он кажется на первый взгляд. Однако я солгу, если скажу, что не узнал в нём прежнего себя. Те, кто видели мой ролик «Ты перерастёшь аниме», знают, что со мной в детстве случилась схожая с Годзе история с участием пенала с покемонами и девочек, думавших, что я слишком взрослый для покемонов. И тот случай мне запомнился. Аниме долгое время было и остаётся моей страстью, но немалую часть своей жизни я стыдился это признавать. В моём детстве аниме, гейминг и гиковские вещи в целом порицались и высмеивались. Поэтому я молчал о них. Я долго скрывал, что я анимешник. Даже в универе, когда я снимал старые добрые обзоры аниме-зоны, никто не знал, что я люблю аниме, уже не говоря о моих роликах о нём. Только став старше, я встретил людей, которые понимают мои увлечения. Я нашёл друзей гиков, я окружил себя людьми, принимавшими меня настоящего. Они помогли мне открыто и уверенно говорить о моих увлечениях, и теперь я не затыкаюсь на темы, которыми я увлечён. И поэтому для меня Марин лучшая девочка. Она настоящая вайфу не потому, что сексапильная косплеерша, анимешница и геймерша, любящая те же самые задротские вещи, что и ты, а потому что она приземлённая, спокойная, чуткая, и что самое главное, она не стыдится быть самой собой. Она не скрывает своих чувств и увлечений, она честна не только с окружающими, но и с собой тоже. Она не обижает тебя за то, что тебе нравятся странные вещи, а наоборот, поощряет тебя. Потому что ей искренне интересны окружающие. Такая позитивная сила источает энергию, перед которой просто невозможно устоять. Она даёт утешение тем, кому это нужнее всего. Она помогает самым замкнутым людям открыться. Все заслуживают Маринки Тагава в своей жизни. И я говорю не обязательно о вайфу, это может быть девушка, парень, лучший друг, член семьи, дальний родственник, кто-то, пробуждающий в вас лучшее, просто находясь рядом. И именно поэтому для меня... Как же вас ебёт. Это не сомнение, лучшая девочка 2022-го. Шучу это, потому что она напоминает среднюю. Это ваша девочка! Спасибо за просмотр. Поддержите нас на пусте и получите блогу с кроликом на сутки раньше и без рекламы. Отдельная огромная благодарность Ред Панда, Ивану Шевцову, Эгоманику, Немору, Ростиславу Кубко, Лиз де Малу, Аниме Фан ТВ, Андрею Корневу, Запеканке, Алексею Задонскому, Нарик, Кристини Финт, Каос Дэс, Дени Крон, Амида Марику, Той самой Химель, Анальному Дебоширу, Бэджи Зи, Икс Эсзет, Аэнди Уан, Александру Белову, Нитокет, Доктору Фикусу, Роману Язвинскому, Хэбоку, Сайрес Тим, Станиславу Майорову, Лаки Хаун, Кире Горджел, Ималатуру, Дмитрию Станычу, Грэг Филл Плюс, Тиджилу, Вячеславу Кочетову, Натранцу, Принципал оф Войт, Владиславу Боцику, Виндрейвену, Широ Тори, Дексайлу, Эко Три, Александру Половникову, Бэд Манки, Ивану Штро, Владу Бахтину, Джинолу, Ивану Козлову, Фром... Ну, ладно, я не буду до конца. Так, ну, да, суть в том, что он просто пересчитал кучу положительных качеств, которые запихали в персонажа. Вау, интересно. Наверное. Наверное, в этом есть что-то особенное для него персонажа, не правда ли? Уникальное. Мы такого никогда не видели. Ну, так что, да. Для меня Марин проходная абсолютно. Мне просто даже банальный образ не сильно нравится. Ну, внешне, я имею в виду. У него, ну, в голове пусто. За душой ничего нету. Так что, ну... Как вайфу еще, может быть, пойдет, как персонаж вообще никакая. Так что... Этот ролик вообще, как бы, да. Он не сказал ничего нового, о чем я не думал бы сам. В плане анализа персонажа. Ну, а шутки были забавные. Шутки забавные. Да, мне тоже хроны. Здесь она еще приличный, кстати, типаж этот исполняет. Типа она, ну... Я еще по первым сервисам сказал, я думал бы, да, блин, нет. Не хочу и такую. Ну, она типа умеренная такая. Умеренная. Яру, поэтому она, в принципе, еще воспринимается. Ну, просто вот... Вы просто японский не слушаете. У меня уши вянут от ее речи. То есть ее стиль речи неприятный. Это, как если бы вы слушали вот этот модно-молодежный сленг девиц каких-нибудь подзаборных у себя там в 10-м Б. Это вот буквально ваша одноклассница из 10-го Б невысокоинтеллектуальная и с определенными, скажем так, наклонностями и целями в жизни, да? То есть... Это Марин Китагава. Не-не, опять же, у Гарнента есть своя личная история и рофлы все эти про Сидни и я себе лол. И уж кого-кого его осуждать я точно не буду, да и вообще никого я не собираюсь. Опять же, тело вкуса такое. Просто я выражаю свое мнение, вот и все. То есть... И опять же, я довольно высокую оценку поставил тайтлу. Даже с такой героиней. Просто я очень много раз убеждаюсь, типа, что нужно массовому, скажем так, потребителю. Притом в разных жанрах. Вот у нас есть клинок, вот у нас есть Марин Китагава и люди такие бросаются и это все, что мне нужно. типа, искусство, изображение, чего-то там. Это не про нас. Типа... Обывателю, правда, это не нужно. Ладно. Ммм... Конец записи. Субтитры создавал DimaTorzok,